Стивен Хокинг и Стюарт Рассел считали, что если продвинутый искусственный интеллект когда-нибудь получит способность реконструировать сам себя, то непреодолимый взрыв интеллекта может привести к исчезновению человека. Подобные опасения стали одной из основных причин появления некоммерческой исследовательской компании OpenAI, которая занимается созданием дружественного искусственного интеллекта. OpenAI ведет абсолютно открытую политику, поэтому они постоянно публикуют результаты своих исследований в интернете. И вот какими наблюдениями за развитием искусственного интеллекта они порадовали нас совсем недавно. КосмоСтори В своем новом проекте OpenAI заставили искусственный интеллект играть в прятки. Цель подобной игры состояла в том, чтобы столкнуть две ИИ-команды друг с другом и посмотреть, какие интересные варианты поведения они смогут продемонстрировать. И уж поверьте, результаты были просто поразительны. Самое интересное в наблюдении за этой игрой было то, что обе команды постоянно соревновались друг с другом. Когда одни находили новую стратегию, другие были вынуждены адаптироваться к новым условиям. Решения, которые подбирал искусственный интеллект, каждый раз удивляли его разработчиков, и сейчас вы узнаете чем. Каждый агент учится на своем предыдущем опыте, поэтому неудивительно, что первые несколько миллионов раундов были сумбурными. Обе команды просто бегали по карте в случайном направлении. В такой ситуации неудивительно, что те агенты, которые были искателями, выигрывали в большинстве случаев. Однако, со временем прячущиеся научились блокировать проходы с помощью блоков, после чего стали постоянно выигрывать. Эта карта была специально сконструирована так, чтобы прячущиеся команда синих смогли выиграть только в том случае, если будут работать сообща. В одиночку их ждал только проигрыш, поэтому они вынуждены были научиться искать решение вместе. Но потом кое-что изменилось. Видите этот пандус в краю карты? Наверняка вы подумали о том же, о чем и я. Спустя несколько миллионов попыток, искусственный интеллект заметил этот объект. Искатели догадались, что пандус можно поставить около стенки, и тогда преграда будет преодолена. Теперь черед искать новое решение был за теми, кто прятался. Посмотрите на эту ситуацию. Как вы думаете, можно ли теперь спрятаться? Вскоре эти маленькие человечки заметили, что перед началом игры искатели замирают на несколько секунд, и в это время они не могут их видеть. Почему бы не украсть у них эту рампу? Решение выглядело гениальным для искусственного интеллекта, который еще не так давно бегал по карте в хаотичном направлении. Вы только посмотрите, с каким счастливым лицом он крадет эту рампу. Казалось бы, игра была окончательно выиграна, однако до финала было еще далеко. Дальше все становилось только страннее. Когда ИИ находился на другой карте, искатели заметили то, что они могут залезть с рампы на блок, а затем передвигать ее, оставаясь при этом наверху. Разработчики были действительно удивлены такому повороту событий. Искусственный интеллект нашел ошибку в игре и использовал ее, чтобы выиграть. Физика этого виртуального мира позволяла игрокам двигать предметы, однако при ее разработке никому даже в голову не пришло учитывать то, где игрок при этом находится. В результате получилось то, что вы сейчас видите. Искусственный интеллект использовал невнимательность человека, чтобы перевернуть игру в свою пользу. Однако даже на этом игра по-прежнему была еще не закончена. Спустя следующие несколько миллионов попыток прячущиеся стали отодвигать рампы от коробок, тем самым блокируя метод серфинга. В итоге команда получила возможность строить убежище где угодно, даже прямо перед врагом. Посмотрите, насколько выверена эта стратегия. У Искателей не остается ни секунды, чтобы их остановить. В некоторых единичных случаях появлялись также другие интересные варианты. Например, здесь прячущиеся нашли место, в котором они могут просто выкинуть рампу за карту. А тут Искатели использовали ту же методику, чтобы перебросить себя за стенку прямо к прячущимся. Результаты экспериментов были невероятны. Вскоре OpenAI планирует расширить и модифицировать эту систему для других задач. Это значит, что в будущем мы сможем увидеть еще больше таких забавных экспериментов, которые, возможно, и являются первыми маленькими шагами самодостаточного искусственного интеллекта. Друзья, мы решили попробовать отойти от нашей основной тематики и узнать у вас ваше мнение, как вам такие новости. Ждем ваших комментариев, ну и, конечно, подписки на наш канал. Услышимся!